Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату Думал, прежде чем выехать к вам, о чем же здесь, на какую тему бы выступить и понял, что есть слово, которое всегда становится корнем всего зла, которое распространяется в обществе корнем и причиной бед каждого из нас. Это короткое слово на арабском состоит из двух букв, на русском – это одна буква, последняя буква русского алфавита – буква «я», на арабском звучит «ана». Вот это слово, слово «ана», слово «я» становится причиной наших больших внутренних пороков, болезней, страдания от которых, болезнь от которых не останавливается на страдающим, а распространяется порою на все его ближайшее окружение. Порою распространяется беда слова «я» на целые страны даже. Слово «я» – это первое слово, которое было произнесено, когда был совершен первый грех, когда Иблис обратился ко Всевышнему Аллаху и сказал «Ана хайрум минху» – «я лучше, чем он», «лучше Адама». «Ана» – он сказал, «я лучше». «Халаптани миннарину халаптаху минтин» «Меня ты сотворил из огня, а его из глины сотворил». «Я лучше», – сказал он. Также это слово было на устах Фирауна, когда он повторял «Ана раббукаму л'а'ля». «Я ваш Верховный Господь», – говорил он, твердил он. Также он говорил «Ам ана хайрум минхаза ладзи хува махин, ва ла якаду юбин». Дорогие братья, человеческая душа под этим словом, под этой буквой скрывает порою очень тяжелые закоренелые болезни, такие как гордыня, высокомерие, мерзости, скрытые. И счастливым будет раб только тогда, и свободным он станет, и спасенным он станет, если он обнаружит эту болезнь на ранней стадии и сможет перебороть это слово и усмирит свою гордыню и высокомерие. И таким образом раб обретет счастье в обеих мирах. Аллах об этом и говорит, «Ауду билляхи мина шайтонирраджим» поистину обретет успех тот, кто очистит, облагородит свою душу и будет банкротом, потерпит крах, если он запятнает, испачкает свой нафс, свою душу. Пороки, скрытые в наших сердцах, в наших душах, они требуют большой работы над собой. В первую очередь, эта работа, эта борьба начинается с обнаружения в себе этих пороков. Это половина дела порой, когда мы можем обнаружить их и сказать, вот это из моего эго, это моя гордыня, во мне причина. Вот если мы это сможем уже сказать для себя, посмотрев внутри себя, то можно считать, наверное, сделана половина дела. А в остальном, в остальном нам помогут наши наставники, нам помогут наше поклонение, поминание Всевышнего Аллаха, пятикратная молитва, которое также способствует облагораживанию нашей души. Слово «ана» — это то слово, которым, как сказано в Священном Куране, возгордился хозяин двух садов, где он сказал «Ана актару мин камаляму а'аззу нафара» «Я обладаю наибольшим богатством и наибольшим количеством своих последователей». Это то слово, когда карун возгордился своим богатством, своей мирской мощью, и которую он отнес к своим способностям и сказал «Иннама утитуху аля ильмин инди» «Я воистину получил это положение по моим знаниям». Сколько же таких карунов среди нас, людей, которые возгордились благодаря мирскому своему успеху, когда получил он лишь по воле Всевышнего Аллаха предопределенную ему долю из богатства, и он возгордился, увидев, посчитав, приняв это за свои способности, а не от Всевышнего Аллаха. Слово «Ана» причинило очень много бед людям самим, причинило очень много несчастья, и даже кровопролитий, и даже международные войны возникали на почве слова «Я». Когда один из правителей сказал «Я что?» «Я покажу ему» и отправил на погибель сотни тысяч, а то и миллионы людей. И мировая история это все не скрыла. Статистика погибших в мировых войнах сама о себе говорит. И на почве этого также стоит слово «Я». Возьмите разводы, в разводах разберитесь, посмотрите, в чем причина? В гордыне, в основном в гордыне. Вместо того, чтобы проявлять терпение, вместо того, чтобы посоветовать своей дочери терпеливость, обходительность со своим мужем, со своим супругом, быть покорной своему мужу, он скажет, отправь домой, если она тебе не нужна. показывает гордость, показывают в этом гордость братья ее, ее отец, ибо он из особого рода, из особого положения, в котором он не попросит, не постарается, не подскажет своим дочерям отойти от гордыни, и таким образом происходят разводы на почве гордыни, на почве слова «Я». Дорогие братья, очень много проблем, очень много людей сами пострадали от своих амбиций, от своего «Я». Когда он, вместо того, чтобы отбросить свое высокомерие и прислушаться к другой стороне, и сесть спокойно, рассудить то, что произошло между братьями, тут же раздувается, увеличивается в нем эта буква, это гордыня, и он теряет способность объективно оценить, изучить обе стороны, посмотреть на себя со стороны, и таким образом, сколько произошло кровопролитий, сколько братьев погибло из-за этой гордыни, из-за слова «Ана». Одним из методов борьбы со своим нафсом является, дорогие братья, прибегать к помощи Всевышнего Аллаха. Сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, обращался ко Всевышнему Аллаху со словами и говорил, «Ва кини шарра нафси, о Аллах, защити меня от зла моего же нафса». Пора нам искать причину внутри себя. Пора нам в первую очередь найти виноватого в самом себе. И когда каждый из нас будет искать вину внутри себя, в самом себе, есть ли во мне причина? Работы для отделов примирения, работы для имамов, для того, чтобы примирять враждующие стороны, станет намного меньше. Во всем наш сегодняшний и всегда, всегда для нас враг – это мы сами, внутри себя, которые находимся. Есть внешняя наша оболочка. Возможно, мы можем выглядеть очень скромно, очень смиренно, выглядеть, как хорошие преуспевающие эмуриды, но внутри можем разрываться от гордыни, от большой буквы «Я», которая укоренилась в душе нашей. Поэтому нужно с этим бороться. Одним из таких худших проявлений гордыни является гордыня среди тех людей, которые что-то узнали в «Исламе». Есть сегодняшняя современная умма страдает от псевдо-проповедников, от псевдо-учёных, которые отошли от понятия салифов, наших лучших. То есть наша цель в чём заключается? Наша цель – следование Корану и Сунни нашего пророка, саллиллаху алейхи ассаляму, а точнее следование тому, как поняли наши лучшие предки Коран и Сунну. Мы призываем к этому салифизму. Салифия – это что такое? Это значит следовать тому, как поняли лучшие наши предшественники, те, кто находились на иблизком расстоянии от периода нашего пророка, саллиллаху алейхи ассаляму, от периода сахаба, от периода табиинов, и как они поняли, и в конце концов, как поняли нашу религию четыре имама. И вот обращение, получение знаний Корана и Сунны соответственно тому, как они поняли, это и есть настоящая саллиллаху ассаляму. Саллиллаху ассаляму. То есть это значит следование саллиллаху ассаляму. А когда появляются люди, которые говорят, что по шафии это так, по имаму Ахмаду это так, а по мне это так, то это уже что он и кто он, чтобы так выступать, чтобы говорить о величайших материях, которые нам оставили, которые над которыми всю свою жизнь прожгли великие ученые этого ислама. Вы понимаете, наша умма во времена четырех наших имамов еще сохранялись другие мадхабы. Но эти мадхабы, так как они не были не до конца систематизированы и записаны, они исчезли и остались четыре мадхабы. И вся умма во времена четырех и после этих четырех имамов единогласно приняло, что ни в коем случае нельзя выходить за рамки этих четырех мадхабов. И поэтому те люди, которые сегодня с разных источников выступают, якобы они ссылаются, апеллируют на мадхабы и тут же внедряют в общество те фетвы, которые выходят за рамки этих четырех мадхабов. Это также причина этому большое самомнение, большое я, которое сидит в этих людях. И вред этого я, конечно, гораздо тяжелее, потому что вред такого я, оно причиняет вред не только в этом дуне, ее вред может дойти до судного дня. И что касается нашего единства, я что хочу сказать. Не секрет от того, что Всевышний Аллах порою эту уму испытывает разными обстоятельствами, испытывает наше братство, испытывает иман каждого из нас. Посланник Аллаха саллиллаху алейхи это бритва. Но эта бритва броет не волосы, а сбревает нашу религию, сказал пророк саллиллаху алейхи но вы должны понимать, что для того, чтобы решать эти вопросы имеются компетентные люди из числа улема из числа ответственных людей. И такие вопросы простому народу проявлять свое вмешательство и распространять между собой вражду ни в коем случае нельзя. Потому что это один город, это одна республика. Всегда мы должны беречь наши отношения между собой, отношения братства, сохранить эти братства. Остальное все, разумеется, все станет на свои рельсы Всевышний Аллах до сих пор сберег нашу республику, сохранил наше единство и всегда иншаллах дай Аллах чтобы так и осталось. Извиняюсь за многословие. Вассаляму алейкум ва рахматуллах и ва баракату. Продолжение следует...